Как я многократно говорил в других летских, различных публичных выступлениях и в статьях, единственной константой современного города является его исторический центр. В нем сосредоточено все, что является наиболее ценным для общества, для города, для страны. Все рекреационные, культурные функции несет на себе цену. Там гуляют люди, гуляют они, потому что там есть другая архитектура, которая резко отличается от того, что они имеют своих спальных районов. Почему общество не признало красоты в современном? Почему памятниками архитектуры они не стали? Ответ прост. Это красота, но красота неправильная, которая не имеет законов. Потому что когда мы идем по старому городу, проходимся по нему, мы начинаем отмечать какую-то странную вещь, что это не просто нагромождение каких-то форм, которые не имеют никакого смысла или имеют какой-то очень таинственный смысл, как в кубизме пересечения каких-то объемов, прочая-прочая, какая-то острота. Они все имеют какую-то логику странную. Почему-то карниз всегда находится сверху здания, он ограждает наклонную кровлю, стена является прямой и только сужается кверху, в ней находятся проемы, отверстия, окна. И все это всегда подчинено некой логике, некому закону, некой правде в точке зрения законности. Что это за закон? Откуда он взялся? Как он существует до нынешних, как он дожил до существующих дней со времен, скажем, Древней Греции, 7-6 века или до Рождества Христова? Почему он существует сейчас и почему он единственный закон, который выжил? Что это за закон?